Давайте вспоминать, что в принципе школьная программа говорит о квадратном корне. Самый главный факт о квадратном корне, который мы знаем. x квадрат равняется 15. Сколько у него решений? 2. Что это за решение? 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. Вместе с числом корень из 15 есть так называемое сопряженное. К корню из 15 это минус. К числу 45 плюс корень из числа 1975 это 45 минус. Правильно? Поэтому первое, что мы должны понимать во всех этих задачах, полезно посмотреть, что будет, если кроме числа, там что-то плюс корень, рассмотреть число, что-то минус корень. Давайте возьмем какую-нибудь задачу попроще. Вот мне кажется, что вот это самое простое. 6 плюс корень из 35, что надо сделать по нашей науке? Написать, что 6 минус корень из 35 и подумать, как эти числа связаны. Ну что, начинаем, смотрите. Их произведение равно из них. Во-первых, почему равно их произведение? Единице. Их произведение равно единице. Потому что, когда 6 плюс корень умножаешь на 6 минус корень, получается формула, любимая разность квадратов. 36 минус 35 это один так? Так. Давайте это зафиксируем. Значит, когда перемножаешь, то получается единица. Правильно? То есть, смотрите, понимаете ли вы, что это число вообще-то небольшое? Да. Корень из 35 это почти что 6. То есть, вот это число, это почти что 12. Ну хорошо, скажем так, это точно больше 11. Ну да. Потому что корень из 35 больше чем 5. Это больше 11, а в такой степени это огроменное число. Это, конечно, больше чем 10 в степени 3. Значит, вот это число огромное. А, соответственно, это что? Очень маленькое. Потому что когда единицу делишь на большое число, то получаешь маленькое. Слушайте, а получается, что здесь на самом деле даже рядом есть тысяч. Наверняка это просто так. Здесь даже можно на всех гораздо больше. Вот. Ну не важно, можно больше. Теперь, какое отношение, откуда это все положено? Откуда получается 9? Думаю, а что будет, если эти числа сложить? Вот вы понимаете, когда раскрываешь скобки, что там реально получается? Вот было число 6 плюс корень из 35, там какой-то степени. Когда мы возводим, вы понимаете, что там будет большое количество скобок, а именно 179 скобок, да? В каждой написано 6 плюс корень из 35, и все это перемножаем, перемножаем и скрываем. И что у нас будет? Там осталось только целое число. Конечно, потому что когда мы складываем, то если где-то было что-то с корнем, то есть нечетное количество этих корней перемножилось, то здесь будет то же самое с минусом, и они уничтожатся. Значит, их сумма какая? Целое. Целое. Их сумма является целым числом, и это число очень маленькое. А теперь вопрос, как же выглядит это число, что вот оно есть, к нему прибавляешь маленькое, 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 оно превращается в целое. Так это и есть когда у него куча 9 после запятой. И видно, что вот эта тысяча написана совершенно зря. Я беспокойненько могу написать 1979. На самом деле, с учетом того, что здесь было почти 12, я могу написать даже больше, там, не знаю, 2000 запросто. Ну, это надо посчитать, немножко строго доказывать. То есть надо будет посмотреть, что такое там 1,1 в такой степени. Это же 2000, я боюсь написать, но, там, не знаю, 1990, это же точно, можно. А на самом деле, 5,000. Так, смысл понятен? Да. Смысл понятен. То есть мы рассмотрели сопряженное число, и выяснилось, что оно очень маленькое. Кстати, то, что оно положительное, всем понятно? Да. Потому что 6 больше, чем выяснили. Ну и знаешь, что это, добавляю, все. Так, в таком же стиле. Давайте попробуем их перемножить. Здесь у нас получается разность квадратов. Здесь у нас 36 минус 37. У нас мы получаем минус 1 в... Вот, минус 1. Минус 1 в 99 степени. Ну, то есть минус 1. Ну, да. Произведение будет минус 1. То есть число очень маленькое и отрицательное при этом. Да? А верхнее число 37, это получается 6 и какое-то значение. И так как мы вычитаем, то мы получаем минус 0 и какое-то значение. Важно, что сумма этих двух величин... Должна быть целая. Целая к чему? Потому что когда раскроешь все суммы... Здесь мы получаем примерно... Вот, если ты такой, примерно 0, а здесь минус примерно 0. Идея понятна? Все понятны идеи. Когда складываешь два выражения, 6 в плюс корень из 37 в большой степени и 6 в минус корень из 37 в той же самой степени, то, когда вы представите себе полное прогрессовое раскрытие, то в тех местах, где раньше был плюс корень, теперь будет минус в зависимости от степени. То есть если корень был в нечетной степени, то будет минус. Если корень был в четной степени, то будет плюс. Но когда корень в четной степени, то это что называется неинтересно? Потому что корень в четной степени это просто обычное натуральное число. И в результате сумма вот этих двух выражений, 6 плюс корень из 37 в 999, и 6 минус корень из 37 в 999, это целое число. Понятно? Но это целое число. Ну, на самом деле, даже более того, это не просто целое число, это даже четное число. Потому что складываются одинаковые числа. Но здесь это неинтересно. Да, отлично. На самом деле, можно было бы и побольше, потому что вот это вот больше, чем 12, и поэтому здесь можно было бы и в 9 побольше. Но это надо чуть-чуть знать с алгоритмой, какое-нибудь неравидство написать. Сейчас не будем это обсуждать. Так, ребята, вообще-то мы молодцы. Наверное, пора вот эту задачу решать. Оказывается, что вот эта целая часть нечетная. 44 в квадрате – это 1036. Так, запятая. 45 в квадрате – это 1012. Мне сейчас нужно узнать, между какими целыми числами заключен этот самый корень. Мне не так важно, чему он равен. Но мне очень важно понимать, что корень из числа 1075 меньше, чем 45, но больше, чем 44. Значит, если написать 45 минус корень, то это число будет какое-то? Положительное и меньше единицы. А вот дальше решайте задачу. 45 плюс… Это сколько-то плюс сколько-то корней 45. Правильно? Это понятно? Когда раскрываешь скобки, корень из 45 на корень из 45 – это будет 45. В некоторых местах возникает 45. Ну, в некоторых местах будет корень в нечетной степени, тогда будет… Вот. А, соответственно, когда пишешь 45 минус корень, то что будет? А минус B корней из 45. А минус B корней из 45. Так? А значит, что мы можем сказать про сумму этих чисел? Про сумму, что это 2А. Сумма – это 2А. Ну, а теперь смотрите. Когда вы возьмете 45 плюс корень из числа плюс 175, до лица плюс 9, то это получается наше число 2А, а это какое-то четное число, минус что-то. Ну, а что маленькое значит, получается 2А точно черное, а это число, оно очень маленькое. А это число, хоть и положительное, но меньше единицы. А значит, получается, что оно не черное. Значит, его целая часть – это 2А минус 1. Так как она меньше, чем 2. Поняли? А 2А минус 1 – это и есть формула ничемного числа. Да, что? А у вас не плюс было хоть А минус 40? Где? Там, где 45. Конечно! Спасибо огромное, там ошибка, да. Простите, для записки было. Итак, 2А минус 45 минус 30 степени – это число маленькое, и значит, целая часть – это 2А минус 1. Все получилось. Если мы здесь, стать неумные, может быть, мы в таком же стиле задачу решим. Берем число 2 плюс корень из 3 и возводим его в n-ную степень. Просят доказать, что дробная часть будет стремиться к единице. Это у нас неценное число. То есть, 2 минус корень из 3 у нас больше нуля, меньше единицы. Это что-то типа 3 десятых. Нам важно, что больше нуля и меньше единицы. Совершенно верно. Да, значит, при этом вот так же выполняется. Все понимают, да? Когда число от нуля до единицы возводит, что? Меньше нуля и меньше единицы, то мы можем отойти в путье. Ну, 0. Правильно, да. Да. Только в резону пишите, это с низкой бесконечности. Господа, может, я не буду сейчас наказывать, потому что мне кажется, что это более-менее понятно. Когда вы берете более-менее 2 десятых, умножаете на себя, умножаете, 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 то, разумеется, это будет очень бодро стремиться к нулю. Правильно? Да. Вот, если кого интересует строгое доказательство, оно звучит так. Надо сказать, что единица делить на вот это число, это больше единицы, ну, понятно, даже около трех, правильно? Что про это? Важно, что больше единицы. А когда число больше единицы, возводишь степень, то стремиться к плюсу бесконечности. Да. Так, замечаем, что это у нас целое число. Вот та самая дробная часть в точности равна единице минус вот это вот выражение 2 минус корень из трех в степени n. Потому что у нас есть явное выражение. Да, да. И поскольку вот это вот 2 минус корень из трех нуля-то единицы, значит, вот это стремится к нулю, то, соответственно, когда из единицы вычитаешь стремящийся к нулю, то получаешь потери. Спасибо, отлично. Теперь вот этот. Корень из двух плюс корень из трех. Это на самом деле интересно, потому что здесь не очень понятно, какую брать, хотя, может, и понятно. Какое число разумно рассматриваешь? Корень из трех больше, чем корень из двух. Корень из трех больше, и что? Ну, вычитайте логичный корень из двух. Не понимаю. Давайте подумайте. Вообще не важно, кого из кого вычитать, потому что там все равно четная степень. Нет, ну, хорошо. Значит, какое число надо рассмотреть? Ну, и, понимаете, корень из трех минус корень из двух. Да. Надо, конечно, рассмотреть разность корней. И что будет? Да. В 2000-й степени это очень маленькое число. Да, будет очень маленькое. Дальше. Получается, что их произведение равно один из этих и эта часть ложноных х положения. Проверь, давайте сейчас напишем, кого их. Перемножаем. Корень из трех плюс корень из двух корень из трех минус корень из двух произведение равно единице. Так, это утвердили. Правда? Да. Твердили. Дальше пришли. корень из 3 плюс корень из 2 в степени 2000 надо понять что это такое вот когда пишешь 2000 скобок в каждой скобке пишешь корень из 3 плюс корень из 2 когда все перемножишь что там будет? какое-то число минус корень из 3 минус там вообще не будет целая часть плюс часть корнем из 3 ну плюс там некто целое число на корень из 3 плюс некто число на корень из 2 плюс некто число на корень из 6 формально то что ты сказал верно по существу издевались еще раз возводим в степень 2000 число не может быть такое же что там некто целое число может на корень из 3 конечно просто в одиночку корень из 3 не встретится и корень из 2 не встретится потому что если всего четное число этих самых корней перемножаешь ведь как у нас устроен процесс? у нас ведь есть 2000 скобок в каждой скобке надо выбрать то ли корень из 3 то ли корень из 2 в следующей скобке опять надо выбрать то ли такой корень то ли такой и вот таких скобок 2000 штук значит когда мы перемножаем у нас обязательно будет либо четное число корней из 3 и тогда четное число корней из 2 и тогда получается просто обычное натуральное число либо у нас получается нечетное число корней из 3 понимаете да? поэтому здесь у нас получится некое число а натуральное плюс b корней из 6 это правда просто вот по смыслу раскрытия этих скобок дальше ишем минус корень из 3 минус корень из 2 и возводим в ту же самую 2000 степень все будет то же самое только там где нечетное число корней из 2 будет в знак плюс а в остальных местах будет плюс отлично и что дальше надо по нашей науке делать как мы уже привыкли сложить эти два выражения получается корень из 3 плюс корень из 2 в степени 2000 плюс корень из 3 минус корень из 2 в степени 2000 это значит, что пока все хорошо равняется 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 2 а что? а поскольку корень из 3 минус корень из 2 очень маленькое да получается то что получается очень маленькое и положительное получается вот крайне 6 давайте поймем откуда берется 666 корень из 3 плюс корень из 2 это вообще примерно сколько это один четыре десятых с чем-то плюс то есть это три целых один и тогда еще еще что замечательно во всяком случае больше чем когда возводите это в двухтысячную степень вот это вот это что это обратное к этому поэтому достаточно объяснить почему это что очень большое когда возводите 3 в двухтысячную степень мне нужно доказать что это будет больше чем 10 в степени 666 интересно как это делать ну так зачем чтобы здесь объяснить вот эти вот 666 9 нам же обещали вы обещали доказать что здесь 666 9 для того чтобы это сделать на самом деле нужно доказать что вот это вот число вот это вот число оно больше чем 10 666 вот ну давайте как-нибудь сообразим давайте как-нибудь сообразим скажем мне нужна степень тройки которая достаточно большая можно может быть мы дали можно три при 3 в 2000 степени может представить как 3 в 1998 степени можно 3 в квадрате давай так по указу там получится 9 в тысячный можно разрешаете это точно что 9 в тысячный это точно что 9 в тысячный больше чем 10 вот в этой степени это на самом деле то же самое что давайте разделим обе части на 9 в 666 тогда у нас с этой стороны останется 9 в степени 334 согласно вот и надо будет доказать что это больше чем 10 9 в 666 вот а теперь я сделаю следующее я докажу что на самом деле 9 в 333 больше чем потому что ведь оно очевидно меньше чем 9 в 334 правда вот а почему 9 в 333 больше а потому что это просто 9 в 333 больше чем 180 в 333 согласны тогда я очень грубая оценка просто опять-таки можно посчитать гораздо-гараздо точнее вот но дело не в этом ребята а дело в том что мы задачу не решили доказали что здесь вот пойдут шестьсот шестьдесят девятых и если надо мы даже еще немножко можем да вот если там акцент сделать поточнее поправильнее посчитать но мы ничего не сказали почему здесь перед запятой будет цифра а нашим методом то что до запятой вообще никак не просчитать мы же говорили что это какое-то число ну конечно замечательно что здесь получилось 2а поэтому на самом деле я доказал что здесь будет нечетная цифра но нечетные цифры бывают один три пять семь девять пять вариантов оказывается что на самом деле именно один очень важно чтобы осознать наш метод принципиально провалился да что после запятой этим методом мы легко доказываем что там все там тучи нулей после запятой или много девяток после запятой это понятно а проконтролировать то что до запятой абсолютно непонятно будет единица вопрос только в том как это доказать что нечетное мы доказали но нечетные числа разные бывают один три пять семь девять все нечетные числа как в принципе человек можно проконтролировать цифру перед запятой не после а перед дает какой-то остаток по какому-то модулю нет по какому-то модуле это понятно что по-моему 10 нас интересует последняя цифра только за остатком какого числа надо следить а молодец ребят только что выдвинута идея надо не просто здесь писать а а в этом месте давайте-ка мы напишем все-таки а тысяч сейчас объясню что это такое в этом месте имеет смысл написать не две тысячи а два n смотрите что тогда давайте я сейчас эту тысячу срочно заменю на произвольное праздничное число n тогда все будет в точности то же самое здесь у нас просто будут какие-то целые числа а и b и здесь будет не а тысячная а здесь будет а n и вот если мы с вами сумеем понять как ведет себя последовательность чисел а то в таком случае проблем не будет потому что число а это такое целое число если мы будем знать его последнюю цифру то все будет звучать и докажется читаем маленькое-маленькое число ну и получим ответ значит нужна рекуррентная формула для числа а n теперь вопрос как собственно вывести рекуррентную формулу это это да 13 вольной степени ну вот у нас есть такая формула как получить n плюс 1 что надо сделать это умножить на корень из 3 плюс корень из 2 в квадрате конечно давайте сделаем корень из 3 плюс корень из 2 в степени 2n плюс 2 это корень из 3 плюс корень из 2 в степени 2n умножить на корень из 3 плюс корень из 2 в квадрате а n плюс b n корень из 6 это отлично корень из 3 плюс корень из 2 в квадрате это что такое? это 5 плюс 2 корень из 6 это 5 плюс 2 корень из 6 совершенно верно И вот теперь надо перемножить. Ну как, 5 аэнных, видите? Видите, прям так и пишем. 5 умножить на аэнное. Так, здесь что будет? 2 на 6. На конечный стиль на конечный стиль будет 12 бэнное. Согласны? Замечательно. Ну и дальше никуда не денешься. Дальше пойдет 5 бэнное плюс 2 аэнное корней из 6. Мы получили на самом деле две формулы. Аэн плюс первое, это есть у нас 5 аэнных плюс 12 бэнных. Бэн плюс первое, это 5 бэнных плюс 2 аэнных. Нас интересует последняя цифра числа а. Это означает, что на самом деле следить за всем этим надо только за последними цифрами. Если н равняется единице, то чему равняются а и b? Значит, а первая это пятерка. А чему равняется b первая? Двух. Двух. Замечательно. А вот теперь смотрите, у нас есть вот эта формула 5,2. И мы дальше должны вычислять следующие значения. Как вычислять следующие значения? Надо 5 и 5 плюс 12 на 2. 40, 49. Это не важно, что 49. Меня интересует последняя цифра. 9. 9. Так. А здесь что будет? 5 на 2 плюс 2 на 5. 0. 0. Отлично. Вот у нас а второе и b второе кончаются на эти цифры. Так. А дальше следующее что будет? 5. 9 умножить на 5 это будет что? 5. То есть 5, да? И 8. Вот. И здесь что будет? Говорят 8. 2 умножить на 9 это будет кончаться на 8, да? Так, все? Будет кончаться на 8. Хорошо. Значит, это были у нас а второе, b второе. Это а третье, b третье. Ну, еще не зациклилось, но чувствуется, что уже скоро зациклится. Так. Так что же такое а четвертое и b четвертое? На что кончается? 5 и 5 это? На 1. А четвертое начается. Так? А четвертое на? По-моему, на 1. На 1. Очень хорошо. А b четвертое на что? На 6. Значит, так, 5 и 8 на 0 кончается? Не, не на... На 0. Раз нет? Да, я не прав. На 0. На 0 кончается. Так, все еще не зациклилось. Так, теперь а пятая, b пятая. А что будет кончаться? На 5. На 5, да. Так, а b что на штука будет кончаться? На 2. На 2. Ребята, ура! Смотрите, а первая, b первая, это были кончающиеся на 5 и 2. У этой последовательности период 4... А 2 тысячи... У нас не 2 тысячи, а с 1 тысячи. У нас n равно... Будет равно, тысяча тоже... Тысячный член. Это такой же будет, как вот этот. А значит, цифра... Цифра здесь единица. А тысячная кончается на единицу, потому что последовательность с периодом 4. Так, ну все поняли идея, да? Вот. Ну, я не говорю, что это простая задача. Но, с другой стороны, как только мы поняли идею писать вот эту рекуррентную формулу, так это уже, в общем, получается просто. Хорошо. Хорошо. Подсказка. Это что-то такого типа. Может быть, вы сами делаете. Значит, еще раз. 1 плюс корень из 3 в нечетной степени делится на 2 вольный плюс 1, и не делится на 2 вольный плюс 2. Почему? Это формула для а-н и б-н. Ну, во-первых, надо написать, что такое а-н и б-н. Число 1 плюс корень из 3 возводим в 2 вольный плюс первую степень, да? Да, и это будет так. Нужно написать, что такое 1 минус корень из 3 в степени 2 вольный плюс 1. Так, замечательно. И значит, да, это, безусловно, отрицательное число 2а-н минус, да, или даже можно лучше написать. Минус внести внутрь, тогда в скобке будет написано корень из 3 минус 1, а здесь будет плюс. И тогда будет вообще понятно, да? Скобка это чуть больше, чем 7 десятых. Минус. Скобка это чуть больше, чем 7 десятых. Значит, это выражение, очевидно, стремится к нулю. Правильно? Замечаете. Теперь вопрос. А чему же равна тогда целая часть числа? 2а-н. Искомая целая часть, пиши формулу, целая часть числа 1 плюс корень из 3 в степени 2а-н плюс 1, это просто-напросто 2а-н. Значит, задача свелась к тому, что а-н делится на 2 в степени n, пиши в середине, нужно доказать, что а-н делится на 2 в степени n и не делится на 2 в степени n плюс 1. Да. Отлично. А вот теперь надо про все эти спряженные полностью забыть и перейти, что называется, ко второй части, а именно вывести рекуррентную формулу. Да. n увеличилось на единицу. Так. 1 плюс корень из 3 в квадрате. Это что такое? Очень хорошо. Ну и раскрываем скобки, да. В явном виде четко напиши, что такое а-н плюс первое. 4 а-н плюс 6 б-н. И б-н плюс первое. Это? Что такое б-н плюс первое? Нет. Никаких корней. Вспомни, пожалуйста, что такое по определению б-н. Отлично. А нулевое и б нулевое это единицы? Правильно. Пишем. А нулевое равно б нулевое равно единице. Напоминаю. Наша цель доказать, что а-н делится на 2 в степени n и не делится на 2 в степени n плюс 1. Да? Отлично. Вот теперь по индукции что мы будем доказывать? А посчитай на всякий случай. А первое и Б первое чему равны? А первое это сколько? 10. 10, конечно. А Б первое чему равно? 6. 6. Какую разумно предположить гипотезу для чисел А и Б? Они оба делятся на 2 в степени n, но не делятся на 2 в степени n плюс 1. Вот. И вот если по индукции это доказать, то все будет хорошо. Сможем? У меня есть два числа, которые делятся на 2 в степени n, но не делятся на 2 в степени n плюс 1. Да. Очевидно, что эти два числа тоже делятся на 2 в степени n плюс 1. Ну, потому что двойка там есть все время множителем, да. А почему не делятся на 2 в n плюс 2? Ты знаешь, что АН равняется 2 в степени n умножить на нечетное число. Ну там, на какое-то там 2К минус 1, да, что-нибудь такое. Да. И БН равняется 2 в степени n умножить на 2М минус 1, что-нибудь такое. Можно ли объяснить людям, почему в таком случае для n плюс 1 будет так же? Вот это делится на 2 в степени n плюс 2. Абсолютно верно. И это делится только на 2 в степени n плюс 1. И значит сумма такая же? Да. Здесь аналогично. Вот это делится на 2 в степени n плюс 2, а это делится на 2 в степени n плюс 1. Поняли? Поняли? Да. Все, спасибо, задача решена. А это почему-то, наверное, плюс 2 в степени n плюс 4. Потому что 4, да. 4 это 2х2, а 6 это только на 2 делится. Заметьте, здесь идея регулярности. Если бы мы доказывали только о числах, а у нас бы ничего не получилось. Мы по индукции доказываем более сильное утверждение, что оба числа делятся на 2 в степени n и не делятся на 2 в степени n плюс 1. Так, теперь давайте займемся одной из моих самых любимых задач. Это вот задача про 1 плюс корень 2 плюс корень из 3. Она выглядит украшающе, а на самом деле она абсолютно спокойная, хорошая, милая задача. В чем здесь идея? Когда у вас есть корень из 2 и корень из 3, то вообще-то вы можете ставить знак минус только в корень из 2. И... И...